Анатолий Эдуардович, на какой стадии сейчас находятся переговоры с Арабскими Эмиратами? На самом деле переговоры с Арабскими Эмиратами сейчас это продолжение тех переговоров, которые я вел в 2002-2007 годах. Я снова в Эмираты вернулся, видите, через 8 лет. Почему? Я раньше ходил в логике, опять же, дайте деньги, мы все сделаем и вас осчислием. Деньги никто не хочет давать на, как они говорят, науку, на технологию. Деньги готовы вкладывать в проект. И я понял, что Арабский Эмират это не инновационная страна, как любая другая. Инновации нигде, по большому счету, не приветствуются на самом деле. А продукт качественный, готовый брать все. Поэтому, пока я не нашел пути финансирования технологий и стрессотестных участков, я не шел в Эмираты. А сейчас я пришел второй раз уже более серьезно. И первое, что я им сказал на переговорах, деньги от вас нам не нужны. Мы сделаем это за свои деньги технологии. Вы готовы заказывать проекты из понимания того, что мы это сделаем и в следующем году технологию покажем вам на тестовых участках, как это все работает. Городской транспорт, высокоскоростной транспорт, грузовой транспорт. При этом, в соответствии с теми декларациями, которые я вот говорю, что это будет самый экономичный транспорт, самый безопасный транспорт, самый доступный, самый дешевый. Причем это в разы, а то и на порядок. Они говорят, конечно, мы готовы. Мы хотим. И тогда уже в этом ключе пошли нормальные конструктивные переговоры. И на первых переговорах, это было около месяца назад, мне сказали, проект очень интересный, дайте предложение, мы вам готовы дать участок пустыни, чтобы вы построили там новый город. Я говорю, хорошо, через 2-3 недели я приеду с предложением. И вот сейчас я еду уже с предложением, мы его проработали. Как остров, один из островов возле Абудаби, с территории около 40 квадратных километров, превратить город в сад. То есть это уже проработанное предложение, это не просто идеи, это проработана архитектура зданий, проработана дорога, станция, вокзалы. Вот здесь, на первых, показана пересадка с двух линий. Вот одна станция, а вот дорога вот так идет, а вторая станция идет на пересечении. И мы можем, построив вот шахматный город, лойки, вот так дороги, вот так дороги, на станции, с одной пересадкой можем попасть в любую точку города. С одной пересадкой. В метро на Первомосковской иногда надо 3 пересадки делать, а здесь одна. И город мы можем сделать пешеходный. При этом пересадка будет простой, потому что надо будет всего подняться на 4 метра. То есть с одного этажа перейти на другой. И поскольку частота следования транспорта, ну, маленькая, они ходят там через 10, 20, 30 секунд, потому что нам нужна производительность высокая. И нам говорили, вот в Абу-Даби, нам нужна производительность миллион пассажиров в сутки. Я говорю, мы обеспечим. И поэтому пересадка будет быстрая, потому что буквально там 10-15 секунд надо будет перейти с этажа на этаж и не ожидая транспорта сесть и поехать в нужном направлении. И вот с этой уже логистикой, с этой идеологией, как построить острова здания, не нарушив экологии моря. Они в свое время вот в Дубае увлеклись строительством островов, вложили в это насытных островов десятки миллиардов долларов и проект оказался неудачным. Они потеряли бы эти деньги фактически. Почему? Потому что там застаивается вода, потому что, ну, в форме пальмы это сделано в частности, да, вот листья. И здесь вода застаивается, и там сейчас вонь, она зацвела, там жить нельзя рядом, так? Мы предлагаем другой логике острова делать. Платформа железобетонная, стоящая на сваях, где вода, как она была, так она и остается. Где как рыбы плавали, так и плавают. Как там была жизнь на дне моря, так она и осталась, эта жизнь, да? А уже над водой, на платформе мы насыпаем почву и в центре ставим, ну, садим сад. А в центре стоит здание, которое стоит на дне. И фундамент уходит в дно, да, это прочное здание. И вот это, как бы, кластер линейного города, часть которого на суше, часть из которого на море. И поэтому, даже когда я ищу, ну, вот, например, это острова, когда здесь будут джунгли, видите? То есть мы можем восстановить и сделать джунгли, а здесь сейчас пустыня. Для этого надо воссоздать почву, причем толщиной не менее 30 сантиметров, не менее, а то и полметра надо, да? И поэтому надо будет поставить миллионы тонн гумуса только сюда, чтобы сделать почву. Поставляем только гумус с Белоруссии, а минеральную часть берем на месте, песок не нужно возить. Даже в Черноземье гумуса 8% всего, в Черноземье. А почвы типа Белорусских здесь 3-4% всего гумуса. Поэтому нам не надо много возить туда гумуса, чтобы сделать почву. И даже вот не имея этой концепции города, когда я встречался с руководством Министерства транспорта Абудаби, от столицы Эмиратов, я видел, с каким восхищением они рассматривают нашу иллюстрацию. Они ждут этого, они хотят этого. И верят, потому что мы говорим, что мы это сделаем не за ваши деньги. У нас есть инвесторы, которые верят в проект и вкладывают деньги. И они верят нам, что мы это сделаем. И поэтому сейчас будет второй этап переговоров более серьезный. И мы придем к тому, что получим участок пустыни, чтобы построить город-сад. А это, например, дом, построенный вилла в другой логике. На крыше она плоская почва, и там растет сад. Там может быть лужайка. И это решает целый ряд проблем на самом деле. Казалось, а зачем это нужно делать? А представьте, что здесь традиционная крыша, которая нагревается на солнце до 80 градусов. И туда идет тепло в дом. То есть тратить, это надо ставить кондиционер мощностью под 100 киловатт. И тратить энергию и деньги на то, чтобы там были нормальные условия жизни, в том числе температура. Но если мы насыпем полусловие почвы, то почва – теплоизолятор. На почве растет трава, деревья, растут, да? Они испаряют влагу. И мы когда потеем, мы же охлаждаемся. Они испаряют влагу и охлаждают почву. И почва не нагревается, как крыша. При этом они в рабатке сторон создают микроклимат в зоне проживания людей. И получается, что только благодаря этому мы снижаем примерно в 10 раз расходы на кондиционирование. Это же большой плюс. При этом мы получаем, где же можно выращивать, образно говоря, огурцы и помидоры. Кстати, я не шучу, потому что один из шейха, вот у меня есть там партнеры в Эмиратах, поделился проблемой, шейх. Говорит, я не могу есть то, что в магазинах выдают. Говорит, эти пластмассовые помидоры, огурцы. Это же химия. Говорит, помогите мне, мне хочу эту грядочку сделать, если я на вилле. Помогите мне вырастить нормальные огурцы. И он сейчас ест огурцы свои и очень доволен. Он говорит, такие ароматы, такие вкусные, да? Так в том числе, вот это вот площади достаточно, чтобы прокормить всю эту семью. Вот эта площадь достаточно, чтобы прокормить 10 человек. Причем то, вот я помню, вот я вырос в деревне, я помню, когда вот с грядкой я ребенком срывал там помидоры, огурцы, какие они были ароматные, вкусные, с каким удовольствием я их ел. И то, что я сейчас беру в магазине, это действительно пластмасса. Так это не то, что он невкусный, мы гробим себя, свое здоровье убиваем. То, что мы не то едим, что должны есть на самом деле, да? Вот я хочу восстановить эту природу. И они воспринимают очень хорошо арабы. И поэтому я думаю, что сейчас переговоры с ними пройдут конструктивно, и мы заключим контракт. Я в этом и верю. И вот здесь еще одна есть, как бы, схемка, показывающая, что шелковый асфальт и шелковая почва. Так вот, квадратный метр асфальта современной дороги, потому что нам щебенок еще, песок там, коммуникации, вот это все, асфальт, несколько слоев, стоит сегодня полторы-две тысячи долларов за квадратный метр. Это как стоимость квартиры, жилья. А почва, которую мы предлагаем, нашу технологию восстановления почвы, стоит 30 долларов за квадратный метр. Поэтому, безусловно, эффективнее не в асфальт закатывать территорию, а почву на ней, и пусть на ней сады растут, цветут цветники, лужайки, где дети будут бегать босиком, и не будут попадать под колеса транспорта, потому что транспорт будет на большей высоте, и он не пересекается с поверхностью земли, где мы, собственно, и живем. Он там, на высоте, и это безопасно, в том числе экологически чисто. И вот эту концепцию я уже донес до них, и сейчас мы уже более предметно переговорим с руководством Министерства транспорта Объемных Арабских Эмиратов, и мы предлагаем создать им, то есть они выступают от лица государства, с нами, с группой компаний «СКВЭЙ», совместную компанию для реализации его девелоперских проектов такого типа на территории Объемных Арабских Эмиратов. Продолжение следует...